Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Какой сегодня? 13-е. 13-е. Сегодня 13 октября. Сейчас 3 часа дня, да? Сейчас полчетвертого. Мы идем на пляж. Но сегодня мы не идем на наш любимый пляж Домлатаж или крепость, а идем на самый обычный пляж недалеко от нашего дома. В общем, покажу вам дорогу и посмотрим, что там происходит на пляже. А самое главное, покупаемся и посмотрим, какая вода теплая в середине октября. Мы идем вот с такой кучей пакетов. Мы собрали кое-какие вещи дома старые, которые в хорошем состоянии. И сейчас будем их бросать в ящик, который я вам раньше показывала, для вещей, книг, обуви, каких-то игрушек. В общем, если у вас есть что-то дома, что вам не нужно, но оно в хорошем состоянии, можете также бросить в такой же ящик. Они есть в каждом квартале Алани, и теперь их мэрия поставила везде. Поэтому не выкидывайте вещи, пользуйтесь аккуратно, а потом бросайте в ящик, чтобы другие люди тоже могли ими пользоваться. Вот он, наш любимый ящичек. Сейчас мы открываем. Мам, клади. Пакет полностью? Да. Кладем пакет, переворачиваем, и он уходит туда. Вот еще у нас тут есть, на. Мэрия опустошает эти ящики. Кстати, каждую неделю, по-моему, в четверг. И вот таким вот образом вы можете выкинуть все, точнее не выкинуть, а отдать все ненужные вам вещи. Ну а сейчас идем... Слушай, а солнце жарит, да? Хотя 4 часа, но достаточно жарко. Кстати, друзья, знаете, как понять, наступила ли осень в Алании или нет? Если дома становится прохладно, без кондиционера, и вы уже хотите надеть теплые тапочки вечером или кофту накинуть, то значит в Алании наступила осень. Ну, это только касается внутри помещений. На улице все так же жарко. О, видишь, фонтальчик? Как раз себе там... Азвань дай, 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 дай. Вон еще... Смотри, смотри, смотри. У него добыча. Он рыбу наху... Ну покажи где. Такой вот небольшой парк около нашего дома, здесь фонтан. Где апельсины? А зеленые. Вот как я вам и говорила, скоро начнется сезон апельсин. Вот они уже желтеют. Что гласит надпись около фонтана? Плавать запрещено и опасно. Вот такой вот у нас красивый здесь район. И как я уже сказала, осень. Мам, где осень? Осенью нет, цветы цветут. Ну да, днем очень жарко и вечером тоже на улице тепло, но в помещениях уже... Мы конечно ходим дома еще футболки и босиком, но иногда вечером так немножко прохладненько становится, но это тоже не проблема. Здесь у нас есть детская площадка. Есть площадка, где могут дети покачаться, поиграться. Также есть вот такой вот небольшой фонтанчик, в котором можно помыть руки. Видите, вода в этих фонтанчиках всегда есть. На многих написано, что пить нельзя. Здесь ничего не написано. Также есть здесь баскетбольная площадка. Иногда дети здесь играют в баскетбол. Мы живем в самом центре Алании, в одном из центральных районов. Вот еще один ящик. Видите, вот такие вот ящики поставлены везде, везде они есть во всех кварталах Алании. Еще один небольшой парк, мимо которого мы проходим. Идти нам на пляж буквально минут пять. Там, конечно, у нас не самый лучший пляж, но купаться можно, в зависимости от погоды. Деревья большие, лавочки можно посидеть. Ну, мам, встань рядом. Встань рядом с деревом. Вот такое вот здесь огромное дерево. Как вы думаете? Прям встань около столба, чтобы она посмотрела, во сколько раствол толще тебя. Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько этому дереву лет. Ну, я думаю, лет четыреста может. Ну, большое. Класс. Здесь у нас такой спокойный райончик. В основном, даже не в основном, а все дома четырехэтажные. В Турции есть нулевой этаж. Поэтому, если вы видите пятиэтажный дом, то он четырехэтажный, на самом деле, с нулевым этажом. Как в Англии, например, отсчет этажей идет 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Почему здесь нет высоток? Потому что по плану застройки Аланье строить высокие дома, дома выше пяти этажей запрещено. Поэтому высотки здесь вряд ли когда-нибудь появятся. Ну и, конечно же, мы не хотим, чтобы они здесь появлялись. Впереди мы видим станцию такси. Эти станции появились, может быть, год назад. Все станции переделывают и ставят вот такие вот красивые домики. Также, сколько стоит проезд такси, вы спрашиваете. Но всегда смотрите на таксометр, чтобы, если вы не договариваетесь с водителем, всегда смотрите на таксометр, сколько он вам накрутит. Проехать, например, от центра Аланьи до другого города, до другого района, например, от центра Аланьи, от нашего дома до автовокзала стоит 20-25 лир. Здесь у нас есть парикмахерская, куда мама ходила. Стоит такая вот прям вообще невзрачная парикмахерская, но здесь всегда очередь, потому что очень хороший парикмахер. Вот у нас тут остановочка и через дорогу уже начинается пляж. Мы перешли через дорогу и здесь у нас вот такой вот песчаный пляж. Есть небольшие бунгало, можно взять в аренду зонтики и лежаки. Есть классный ресторан, в котором можно сидеть, например, вечером и наблюдать закат. Вот такое сегодня море. Немножко есть волны, но нас это не пугает. Сейчас будем пробовать воду. Теплая вода или нет? Ну, конечно, не так, как в июне, но теплая, теплая, теплая. Теплая вода или нет? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова